Атомная энергетика Всего лишь из грамма урана 235 мы можем выработать до 22 мегаватт в час электроэнергии, что сопоставимо с полутора тоннами сжигания углеводорода. Конечно есть минус, это образование отходов, но где плюс, там мы будем всегда иметь минус. Один грамм урана это один кирилл активности. Но тем не менее в мире у нас работают порядка 400 энергоблоков, общая мощность 372 гигаватта и на переработку поступает порядка 2000 тонн АЯТ в год. Что касаемо России, сегодня уже накоплено порядка 20000 тонн АЯТ и ежегодно выгружается еще 70000 тонн АЯТ. Тем не менее на переработку поступает при имеющейся инфраструктуре России порядка 100 до 200 тонн топлива. То есть основная проблема это хранилище и временное хранение отработанного топлива и принятие решения по его дальнейшей переработке. То есть в настоящее время основной задачей переработки отходов должно стать сокращение АЯТ для исключения строительства новых хранилищ отходов. Существует в мире два подхода это переработка и захоронение. Уже всего не отмечали, не буду остановиться подробно. Но основной тезис, на который все хотят получить ответ, чтобы склониться в сторону переработки, это что дело с продуктовой переработки. Как регенерированных, так и отходов. Они тоже являются продуктами. Получив ответ на этот вопрос, я думаю, что многие страны сдвинутся в сторону весов в качестве переработки. О чем речь идет? Здесь показано ТВС, по большому счету 96% всей массы отходов является регенерированным материалом, который мы умеем и мир умеет использовать повторно. А вот эти 4% как раз и являются тем камнем преткновения, который не дает однозначно всем принять решение, что надо перерабатывать топливо. Потому что в той или иной степени, хоть эта масса небольшая, но по своей активности, радиотоксичности, она приводит к тому, что в конечном счете мы должны тоже прийти к геологическому захоронению. Тогда в чем смысл? Поэтому, исходя из этих задач, можно поставить две основные задачи для будущей технологии переработки. Это повторное использование ценных продуктов переработки в виде регенерированного топлива, ремикса, ремокса. И постараться максимально провести переработки без необходимости строительства дорогостоящего захоронения вау геологической формации. То есть решить вопрос возможности ухода от геологического захоронения. Что касаемо России, сегодня уже говорили. У нас в этом плане достаточно неплохо развита инфраструктура. Есть завод РТ-1 со своими задачами. Есть интегрированная площадка гонохимической комбинации. То есть применительность и говорить к России, наверное, задача так остро не стояла бы. Но что делать тем странам, которые не могут себе позволить геологическое захоронение? Ведь посмотрите, даже при наших площадях мы Нижнеканнский массив десятки лет только выбирали. И сегодня уже было сказано, что еще 10 лет будем строить лабораторию. После этого 10 лет она должна отработать, чтобы принять в итоге решение, что здесь будем строить именно по ГЗРУ. Я думаю, что не у каждой страны могла бы себе таки позволить с ее территориями. Здесь показана классификация радиоактивных отходов применительно к Российской Федерации по постановлению. Что я хотел бы здесь отметить? Для того, чтобы решить этот вопрос по исключению генерации высокоактивных отходов, требующих геологического захоронения, по большому счету отвечают два тезиса. Это тепловыделение и содержание радионуклидов с периодом распада более 31 года. Таким образом, чтобы сохранить и поставить задачу по уходу от геологического захоронения, мы должны себя очертить рамку, попытаться остаться в 3-4 классе при переработке АЭД. Вот здесь показаны действующие тарифы на захоронения рамка 2018 года в Российской Федерации. Что хотелось бы здесь отметить? Вот отходы первого класса, которые тепловыделяющие, которые требуют геологических захоронений, и разница между классом третьего отхода при наземном захоронении, разница в цене всего лишь порядок. А если вспомнить радиоактивность, то она как минимум отличается на три порядка. Что, на мой взгляд, может быть, экономически не обосновано. И, наверное, ждать какой-то здесь экономический эффект, наверное, не стоит. Значит, основной экономический эффект мы должны увидеть именно на строительстве. И, ну, вообще, как бы экономически можно оценить, что, в принципе, если невозможно построить в какой-то стране, в козерогах. То есть, в деньгах это не оценить. Что касаемо Японии. Значит, в Японии несколько отличается категория, категория, классность отходов. Там нету среднеактивных отходов, есть высокоактивные отходы и низкоактивные отходы. Высокие активные отходы – это однозначно глубинные захоронения. Низкоактивные отходы, в свою очередь, разделяются на три класса. Относительно низкие, очень низкие и относительно низкие без трансуроновых лимитов. Значит, если применительно к Японии рассматривать, то нам необходимо остаться в этом классе L1, L2. Значит, здесь приведен некий, ну, отрывочный состав топлива АЯТ ВОР-1000. Вот, где я хотел просто показать, что, как бы, вот рамками обозначены те элементы, которые нас ограничат как раз от той границы, чтобы остаться в третьем классе. То есть, мы должны максимально исключить это актинида, трансуроновые элементы. Значит, особое внимание здесь стоит уделить Самария, Цирпония и Технеция с периодом распада больше 31 года. То есть, они также должны быть выделены. И, значит, стоит отметить, это Цезис-Тронций и Прометий. С неотносительно небольшим периодом распада, но они вносят основную активность и тепловыделение. То есть, они должны быть обязательно выделены и вытешены. Ну, и развитие технологии переработки АЯТ должна стоять в следующей задаче. Это получение фракции РЗ плюс продукты деления, которым мы могли бы максимально после переработки сразу же вернуть заказчику. Выделение фракции Цезис-Тронций для ее выдержки с точки зрения снижения радиотоксичности. Сегодня говорилось там 300 лет. Но, по большому счету, можно рассчитать, если посмотреть все классификации отходов, то там указано содержание радионуклида не в абсолютном количестве, а в удельном содержании. То есть, грамм Беккерелли на грамм Матрицы. Исходя из этого, можно предположить, что первоначально выделив, например, фракцию Цезис-Тронций, можно изначально сделать стекло с пониженным содержанием Цезис-Тронций. Из расчета того, что через 50 лет они уже уходят на категорию третьего класса. Значит, предпосылки для этого были в России. У нас был проект РТ-2, который подразумевал фракционирование, была локализация газообразных радиоактивных дизотопов, было предусмотрено фракционирование минорных актигиидов, было предусмотрено выделение Цезис-Тронций, но проект дальше строительства не пошел. Думаю, что по многим причинам, в частности, вот это усложнение привело к тому, что на тот период были технологии, связанные с использованием отдельных технологий, ну, экстракционных систем, так скажем, плохо увязанные друг с другом, в результате чего завод расширился, пришлось разносить разные здания, ну, а это, естественно, строительные объемы, удорожание, переработки. То есть, если вот с этой точки зрения смотреть на будущее, то задача для новой технологии должна быть поставлена следующим образом, что если мы идем на фракционирование, то должны максимально быть сконцентрированы в одном цикле, и, ну, амбициозная задача вообще поставить, попробовать в первом же цикле провести, как бы, хотя бы первичное фракционирование. Вот, и предпосылки для этого также есть. Вот, в присутствии, всем известно, что в присутствии высаживателя коэффициент распределения, ну, трансплутонийных элементов возрастает, что, в принципе, можно уже быть реализованным в рамках первоэкстракционного цикла. Так же есть предпосылки по выделению трансплутонийных элементов и редкоземельных элементов, с возможностью даже совместного экстракции циркония, это с применением экстрагента ТАДГА, который, в принципе, совместим с трибутилфосфатом. Ну, и схема по фракционированию может быть кратко описана в следующем уровне. Выделение совместно ТПРЗ, разделение ТПРЗ, выделение Амери Сейкюрия, его разделение, тут есть два способа экстракционно-инсеркционно, тут только стоит, как в лего, посмотреть, насколько они увязаны друг в друге, будут в рамках одного завода. Ну, а по Цезио-Стронции сегодня также отмечались, технология была даже промышленно внедрена с использованием ХДК, правда, и, конечно, с тяжелым разводителем, но, тем не менее, есть методы и выделения его с трибутилфосфатом и стопой, и есть методы выделения СОПЦ и Цезио прямо из альфината, чем мы активно пользуемся в ГАЧ-не. Вот. Что касаемо вот этого первого шажочка, попытаться в первом экстракционном цикле провести первично хотя бы фракционирование. Мы в этом году уже в рамках госконтракта в ГАЧ-не провели эксперимент на реальном высокоактивном альфинате с использованием высаливателя в виде нитрата железа. Провели фракционирование с выделением в совместной фракции ТПРЗ из альфината. Показатели получились достаточно неплохие. Ну и в заключение хочу сказать, это вот схематично можно обрисовать концепцию по переработке АЯТ для зарубежного заказчика без необходимости возврата заказчику отходов выше третьего класса. Это реакторы ПВР. После выдержки происходит переработка на территории Российской Федерации. Регионированные материалы, делящиеся, возвращаем в виде топлива на повторное облучение. Происходит выделение, фракционирование. РЗ-продукты деления возвращаем сразу же в виде матрицы. Пока не буду обсуждать, может быть, керамика, может быть, стекло. Но она точно сразу же может быть возвращена заказчику. Ну а те продукты изотопа, которые нас и ограничивали по классности, это транс и с периодом распада больше третьего родного года, они остаются у нас, выдерживаются и после возвращаются в виде ОСАУ. А трансурановые, после трансмонтации, перерабатываются у нас в России. Все, спасибо за внимание.